Азербайджанские военнослужащие предотвратили очередную провокацию, планируемую к осуществлению со стороны незаконных армянских вооруженных формирований. Так, на территории временной дислокации российского миротворческого контингента под видом сельскохозяйственных работ была предпринята попытка выкопать окоп. В результате неотложных мер, принятых подразделениями вооруженных сил Азербайджана, данные работы были немедленно остановлены, однако это уже далеко не первая провокация со стороны Армении в последние дни. О том, какие меры следует предпринять Азербайджану в сложившихся условиях, мы поговорим с нашими гостями, депутатом парламента Азербайджана Расимом Мусабековым и чрезвычайным и полномочным послом, доктором юридических наук, профессором Намиком Алиевым. Здравствуйте, Намик Меллим, здравствуйте, Расим Меллим. Добрый вечер, Расим Меллим. Намик Меллим, первый вопрос, наверное, вам, потому что интересно, вот именно правовая сторона вопроса, почему Азербайджан, так скажем, не пользуется своим правом и не принимает каких-то ответных мер в рамках трехстороннего соглашения, трехстороннего заявления между президентами Азербайджана России и премьер-министром Армении. Ну, прежде всего, я должен сказать, что вот тот вопрос, который вы мне задали, он как раз-таки свидетельствует о титанических усилиях Азербайджана по продвижению мирного процесса. Азербайджан закрывает все эти годы после 44-дневной войны свои глаза на эти проделки, которые вытворяет армянская сторона при попустительстве, в общем-то, миротворческого контингента, расположенного в Карабахском регионе Азербайджана. Ведь посмотрите, абсолютно безосновательно армянская сторона без всякого повода кричит о том, что мы не выполняем трехсторонние заявления. Абсолютно безосновательно и ни разу не было приведено ни одного факта, какой пункт, когда мы нарушили. Кричали о том, что блокирован Лачинский коридор, на самом деле он работает, мы все прекрасно знаем, это было уже и признано мировой общественностью, уже на них не обращают внимания. Но они все равно кричат о том, что мы нарушаем трехсторонние заявления. А что делаем мы? Мы просто молчим об этом. Хотя Армения нарушает и не выполняет несколько пунктов этого заявления. И нарушает их совершенно грубым образом, причем нарушает так, что это грозит обострением ситуации и в Карабахе, и обострением двусторонних отношений. И с армянской стороной еще большим обострением и ухудшением отношений с российской стороной, потому что миротворческий контингент в силу той ситуации коррумпированности его и его командования, он наносит огромный ущерб двусторонним российско-азербайджанским отношениям. Ведь посмотрите, российская пресса открыто пишет о том, что командование российского миротворческого контингента устанавливает расценки на транспортировку грузов, якобы гуманитарного груза. Правда, не пишет о том, что там транспортируется также и военная техника, вооружение и боеприпасы в этот регион. Но мы это прекрасно знаем, у нас есть видеокадры, у нас есть документальные свидетельства этого. И вот этот факт, он остается, собственно говоря, как бы вот ситуацией замалчивания российской стороны. Но здесь надо прежде всего говорить о том, что именно то, что происходит, является нарушением, нарушением трехстороннего заявления. Причем не сегодняшним нарушением, не нарушением, которое вот через 2-3 года появилось и проявилось, собственно говоря, а это нарушение, которое имело место изначально. Мы должны открыть четвертый пункт трехстороннего заявления и заявить четко и обратить внимание, указать пальцем на этот пункт и сказать, что миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил. И этот пункт не выполнен. И вот я вам, как юрист, заявляю со всей ответственностью, что невыполнение этого пункта делает пребывание миротворческого контингента на этой территории нелегитимным. И об этом прежде всего должны думать те, кто командует этим миротворческим контингентом. Если они хотят легитимизировать его присутствие на территории Карабахского региона Азербайджана, на суверенной азербайджанской территории, армянские вооруженные формирования должны быть обязательно выведены с территории Азербайджана. И это условие, которое не выполняется ни российским миротворческим контингентом, ни армянскими вооруженными. Я уже не говорю о девятом пункте трехстороннего заявления, которое вообще просто открыто саботируется армянской стороной. И вот в этой ситуации они обладают, скажем так, бесстыдством заявлять о том, что это азербайджанская сторона не выполняет трехсторонних заявлений. Я с вами полностью согласен. И действительно, Азербайджан, конечно, сильное государство. И имеет такую возможность терпеть. Но любому терпению рано или поздно приходит конец. И поэтому хотелось бы, наверное, чтобы Азербайджан предпринял какие-то действия. Но тем не менее, конечно, все должно быть в рамках закона. Поэтому я вас и спрашиваю. И вот здесь вот как раз такой вопрос. Ну давайте, наверное, его уже рассим или мы адресуем. Действительно, в трехстороннем заявлении нет какого-то механизма ответственности за невыполнение пунктов этого заявления. Разве что только в рамках международного права. Но все-таки ответственность в целом на себя за исполнение этого всего трехстороннего заявления взяла на себя Россия. И получается, что российская сторона, ненадлежащая, выполняет свои обязанности. Как вы можете прокомментировать Россия Мелем? Ну, во-первых, так получилось немножко слов моего старого друга Намика. Ну и вас, как ведущего, что Азербайджан чуть ли не как терпила. Армяне, значит, там нагречивают, а мы все терпим и молчим. Это не так. Азербайджан всякий раз, ну даже буквально сегодня, наш МИД среагировал достаточно жестким заявлением. Делались нужные и необходимые заявления. И на уровне нашего Министерства обороны. Каждый раз четкую, жесткую квалификацию неправильным действиям как армян, так и российского, так называемого, миротворческого контингента делает президент Азербайджан Аль-Хамалиев. Так что в этом смысле, что мы молчим? Нет, мы не молчим. Мы говорим свое слово жестко. И в соответствии с международным правом. Другое дело, что, к сожалению, на визг армян тут же их доброхоты и в России, и в Париже, и в Брюсселе, и в Вашингтоне сразу откликаются. Начинают, значит, какие-то делать встречные заявления, а заявления Азербайджана предпочитают, ну, скажем, не замечать. Это да, но то, что мы не молчим, это однозначно все необходимое. Я думаю, что в соответствующей форме, ну, и как парламент мы все время реагируем на, скажем, несправедливые какие-то упреки в адресах Азербайджана. Ну, и, наконец, мы ведь и действуем. Я хотел бы напомнить, что в течение этих двух лет Азербайджан неоднократно в тех случаях, когда слова Азербайджана не доходили до адресатов, ну, вынужден был их приводить к чувству и воздействию наших вооруженных сил. Мы просто не хотим в очередной раз доводить дело до применения силы для того, чтобы права Азербайджана на собственной суверенной территории были бы, как бы, ну, исполнены, приняты во внимание. Потому что, ну, идет переговоры по заключению мирного договора, намечается встреча глав МИД в Вашингтоне для того, чтобы даже, ну, судя по СМИ, вполне возможно даже парафировать мирный договор, потому что в значительной степени текст уже этого договора отработан. Ну, и по традиции армяне, и есть определенные силы, которые им помогают с всяческими родами провокациями, пытаются этот процесс сорвать. Ну, а что касается российского миротворческого континента, у нас не было иллюзий в отношении того, как они себя будут вести. Слава Богу, мы насмотрелись на поведение российских военных, ну, еще и с начала 90-х годов, и их природа не изменилась. И мы наблюдаем их поведение и в Украине, и во многих других местах, и поэтому внутренне, я думаю, что вполне готовы к такого рода поведению российских миротворцев. Но то, что мы им будем давать окорот, у меня никакого сомнения нет. И думаю, что вместо слов пора предпринять конкретные действия. Это означает установить контрольно-пропускной пункт на Лачинской дороге и одновременно полностью изолировать все тропки, которыми пользуются армяне, для того, чтобы незаконно из Армении перенаправлять на территорию Азербайджана. И, значит, для ротации военный контингент, и военные снаряжения, и боеприпасы. Всему этому должен быть поставлен конец, но не заявлениями, а конкретными действиями. Я думаю, что эти действия в скором времени будут предприняты. Да, конечно, речь идет исключительно о законных способах введения переговоров. И установление, так скажем, частности, например, действительно уже Министерство иностранных дел отреагировало. И фактически вы тоже об этом же самом сказали. То есть Министерство иностранных дел в своем последнем сообщении пишет, что недавние провокации Армении показывают, что для предотвращения незаконной деятельности на суверенных территориях Азербайджана необходимо установление пограничного перехода и контрольно-пропускного пункта между Азербайджаном и Арменией в конечной точке Лачинской дороги. То есть теперь это уже даже не какие-то там обсуждения, а это уже безапелляционное заявление, что уже необходимо установить и все, и точка. Об этом сейчас только что. Это уведомление о действиях, которые будут произведены, я думаю, в самое кратчайшее время. Хорошо. А у вас вот нет такого ощущения? Дело в том, что чувствуется, с одной стороны, что за последние месяцы, наверное, Азербайджан и Армения никогда не были так близки к состоянию подписания мирного договора, а с другой стороны, к состоянию войны. То есть, наверное, установление контрольно-пропускных пунктов и пограничного перехода может как-то нивелировать, да? По крайней мере, как минимум, состояние войны. Но вообще такое ощущение у вас есть, что в ближайшее время будет подписан мирный договор? Значит, я хочу выразить свою благодарность Азербайджану, что он согласился со мной. И что мы должны уже переходить к активным действиям в этом плане. Ведь, согласитесь, в трехстороннем заявлении нет ни одного слова о том, что мы отказываемся от охраны своей государственной границы. То есть, российский миротворческий контингент располагается вдоль Лачинского коридора. Вдоль, а не поперек. И граница, которая, каждая точка, которая, собственно говоря, должна охраняться в ситуации, в которой мы находимся в отношениях с Арменией, это безусловная аксиома. И здесь ни одним пунктом трехстороннего заявления мы для этого свое право не ограничиваем. Кроме того, здесь необходимо отметить также то, что ситуация, которая складывается в Карабахе, и вот эти попытки обострить ее с органской стороны и тех, кто, собственно говоря, ее поддерживает, они как раз и направлены на срыв вот тех усилий, которые сегодня приблизили нас к подписанию мирного соглашения. И мы прекрасно знаем историю последних 30 лет, когда были неоднократные ситуации, возможности выйти на подписание мирных соглашений, договориться и разрешить всем уже, так сказать, стоящий поперек горла, извините за выражение, конфликт. Но, тем не менее, в самый последний момент армянская сторона срывала его подписание. Мы помним и отставку Терпетросяна, мы помним расстрел армянского парламента, мы помним все те шаги, которые были сделаны армянской стороной на срыв маломальских достигнутых договоренностей, которые должны были быть юридически зафиксированы. Вот вся эта практика, она, конечно, вызывает в нас тревогу с точки зрения того, что же может произойти на этот раз, чтобы было сорвано подписание анонсированного мирного соглашения. Я думаю, что, безусловно, какая-то опасность есть, и мы видим, скажем, активизацию тех сил, которых не устраивает вот этот мирный процесс, которые не желают его продвижения, не желают достижения мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. И вот эти попытки, я думаю, что они связаны, безусловно, с тем, что мы, как никогда, близки к подписанию этого мирного соглашения. Будем надеяться, что нам удастся все-таки переступить вот эту черту, пройти и подойти к миру, подписать наше соглашение, мирное соглашение. Но, конечно, вот мы с вами наблюдаем в последние дни цепь провокаций, цепь действий тех или иных сил, которые не желают достижения этого соглашения. И, конечно, вот это ощущение определенной степени опасности, которая, конечно, может вылиться в конкретные и боевые действия, и в срыв подписания этого соглашения, эта опасность присутствует, мы ее видим. И с той ситуацией, с тем опытом, который у нас есть на протяжении вот этих 30-летних переговоров, 30-летних отношений с попытками урегулирования конфликта, он, конечно, все-таки не дает нам спокойно и без сомнения смотреть на то, что происходит. Но, тем не менее, мирный договор, он рано или поздно будет подписан. Мы в этом уверены, потому что это уже историческая необходимость. Это уже тот шанс, который сама Армения и более-менее здоровые силы, которые там еще остались, они не должны упустить. Это их шанс. Другого шанса у них уже не будет. Поэтому я думаю, что договор все-таки будет подписан. Расим Малим, спасибо большое. А вот то, что вдоль Лачинской дороги, как известно, безопасность должны в настоящее время, так предусмотрено трехсторонним заявлением, обеспечивать российский миротворческий контингент. И вот получается, что вот эти альтернативные дороги, которые строятся, опять же, провоз оружия и так далее, причем, опять же, смысла никакого не видно в этом. Почему? Потому что все равно Азербайджан полностью контролирует эту территорию с помощью аудиовизуальных средств. Но, тем не менее, это оружие провозится. И получается, что российские миротворцы, когда они встречают автомобиль, так скажем, вооруженных сил Армении или их остатков, которые есть, или незаконных армянских вооруженных формирований, они вместо того, чтобы каким-то образом препятствовать их проезду, они даже их сопровождают. И вот в этой связи, может быть, стоит российскому миротворческому контингенту как-то выразить свое недовольство? Это неудовольство. Ну, в данном случае слов как раз-таки недостаточно. И я хочу сказать, что российские так называемые миротворцы, вообще-то, действуют в привычном для себя амплуа. Для них вот эта ситуация, при которой они имеют возможность, значит, ну вот дорогу, как бы наши экоактивисты перекрыли, для них это дополнительная возможность заработать. И армяне в Карабахе не скрывают, что за провоз каждого, значит, автомобиля с их грузом, с них берут по тысяче долларов за то, чтобы кого каких-то людей сопроводить, значит, по этой дороге из Армении, значит, к нам в Карабах или из Карабах в Армению, берут опять деньги. За каждую поддержку, вот, перевозки армянских военнослужащих, сопровождение их по этим дорогам, опять они вымогают деньги. И вопрос уже не стоит в том, что кому-то там, я не знаю, блок сигарет дали или же там бутылку чачи. Они берут деньгами, причем в значительных объемах, и сохранение вот нынешней вот этой ситуации им прямо, как бы, как говорится, в жилу. И они ничего не хотят в этом смысле менять. И при этом, ну, если речь идет о командовании, значит, РМК Карабахи-Волковой, они нагло говорят, может быть, и ваши вооруженные силы, например, сопровождаем при проезде через Аударя в Кельбаджа. И в этом смысле они считают, что они одинаково относятся и к армянским вооруженным силам, которых на нашей территории не должно быть. И законные вооруженные силы Азербайджана, наши полицейские, там еще какие-то, значит, наши государственные структуры, которые пользуются этой дорогой. Поэтому я хочу сказать, что доводить наше неудовольствие до, значит, военного командования России или же до непосредственно разговаривать с командованием РМК, значит, на нашей территории, на мой взгляд, это уже бессмысленное занятие. А что касается вот мирного договора, Расим Малим, а вы верите в скорое подписание мирного договора? Ну, вообще, даже накануне, значит, Нового года, в декабре месяце достаточно, ну, скажем, обоснованно были ожидания, что договор мог быть подписан еще в конце прошлого года. К сожалению, его армянская сторона саботировала, сорвала. Сейчас очень серьезно, ну, скажем, продвигают армян подписанию мирного договора в Вашингтон. Ну, не просто так. И госсекретарь Соединенных Штатов Америки связывался и с Азербайджаном, с президентом Азербайджана, и с премьер-министром Армении. И армянам делают внушение, что не тяните с этим вопросом. В конечном итоге это вам обойдется, как говорится, дороже. Ну, поймут, поймут. Во всяком случае, со слов главы МИД Армении, текст в значительной степени согласован. По его словам, он не идеален, но приемлем. Приемлем, значит, надо встречаться и парафировать документ. С тем, что уже на следующем этапе его могли бы санкционировать первые лица. А вот такая вот формулировка. Как вы считаете, возможно, правительство Армении боится подписать мирный договор, потому что боится за свое политическое будущее? Как вы считаете, то есть есть же все-таки силы, которые настроены реваншистски? И возможно ли так, что подписание мирного договора будет стоить Николу Пашиняну своего премьерского кресла? Безусловно, ведь это исходит из тех идеологических догм и идей, которыми питалась вот эта армянская агрессия. Ведь те силы, которые опирались на мифическую историю, мифические легенды, которые как бы с их точки зрения давали им основания начать агрессию, окупировать азербайджанские земли, предъявлять претензии к другим соседям, территориальные претензии к другим соседям. Вот эти идеи, они еще живы в определенной части армянского общества. И безусловно, что именно этой частью общества не нравится то, что сейчас происходит. Не нравится еще и по другой причине, потому что они боятся ответственности, которая может наступить после того, как мирный договор будет подписан. А это наверняка будет, и ответственность понесут все те, кто развязал этот конфликт все эти годы, скажем, вводил в заблуждение и мировое сообщество, и свой народ в отношении обоснованности этих территориальных претензий, обоснованности этой агрессии, обоснованности тех преступлений, которые они совершили на нашей территории. Вот не случайно, посмотрите, какая позиция. Азербайджан говорит о необходимости подписания мирного договора. Вот Азербайджан говорит, что мы готовы к подписанию, идем к этому подписанию и требуем подписания мирного договора. В этой же ситуации армяне опасаются. И вот постоянные уклонения и срывы на подписание мирного договора говорят о том, что они боятся любого правового документа. Потому что любой правовой документ – это очередной кол, крышку гроба армянского фашизма. Поэтому я с самого начала своего выступления начал говорить именно о трехстороннем заявлении. Потому что мы все время должны говорить о нем в этом процессе. И только ссылки и опора на трехстороннее заявление будет подкреплять нашу позицию, усиливать ее, и доказывать, что мы правы, и заставлять их опасаться всякого рода нарушений. Вот посмотрите, вот здесь и возьмем шестой пункт этого заявления. В нем четко прописано, и мы должны использовать именно те термины, которые находятся вот в этом заявлении. В шестом пункте четко прописано, на ком лежит какая функция. Во втором абзаце шестого пункта на российский миротворческий контингент возложена охрана Лачинского маршрута. А Азербайджанская республика, это указано в третьем абзаце этого пункта, гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан транспортных средств и грузов в обоих направлениях. То есть Азербайджан обеспечивает безопасность этого маршрута. Поэтому говорить о том, что там хозяйничают только российские миротворцы, это значит, что мы уступаем им приоритет во всем этом. Азербайджан гарантирует безопасность, и Азербайджан отвечает за безопасность этого маршрута. Поэтому мы должны использовать эти правовые возможности для того, чтобы не позволять тем остаткам вооруженных сил Армении, которые там остались, хозяйничать, беспредельничать и позволять российскому миротворческому контингенту потворствовать. Здесь еще одну вещь я хотел отметить. Когда мы говорим, очень часто ссылаются и армянские представители, и те, кто их поддерживает, на то, что в трехстороннем заявлении не прописаны какие-то процедуры. Трехстороннее заявление не предполагает наличие и регламентирование каких-либо механизмов его реализации. Потому что все механизмы, они так существуют. Если на суверенной территории Азербайджана есть диверсионные группы, есть незаконные вооруженные формирования, есть механизмы, которые в национальном законодательстве, которые предусматривают устранение вот этих преступных элементов. Это позволяет и все нормы международного права. Ни одно государство не потерпит на своей территории незаконных вооруженных формирований. Любое нормальное самодостаточное государство примет все меры для того, чтобы они были, скажем, уничтожены, ликвидированы, обезопасены. А были приняты меры по обезвреживанию этих формирований и так далее. Сегодня мы убедились в том, что наличие этих остатков вооруженных сил Аммении это опасность для всего мирного процесса. Серьезная опасность, которой вот этот фактор используется для того, чтобы помешать подписанию мирного соглашения. Поэтому мы всегда должны опираться на конкретные правовые документы, на текст трехстороннего заявления, те положения, которые там есть. И поэтому мирный договор, о котором вы говорили в самом начале, он так беспокоит армянскую общественность. Потому что подписание этого мирного договора свяжет руки тем силам, которые желают и жажда приванша, которые в самом начале конфликта и на всем его протяжении, собственно говоря, лелеяли мысль о Армении от моря до моря, жили этими мифическими идеями и, собственно говоря, разрушали все то, что было построено в Тарабахском регионе Азербайджана многими азербайджанскими поколениями. Намик Алиев, спасибо. Я, наверное, задам сейчас последний вопрос. Исходя из логики о том, о чем говорит намик Алиев, мирный договор возможен, подписание мирного договора, по сути, уже после установления пограничного перехода и контрольно-пропускного пункта между Азербайджаном и Арменией. То есть только потом можно будет говорить о мире, и в этом плане абсолютно тоже я согласен. Но какой именно мирный договор? Под эгидой Брюсселя и Вашингтона или все-таки российский вариант? Как Вы считаете, кто ближе к тому, чтобы стать, так скажем, посредником при подписании мирного договора? Ну, смотрите. Министр иностранных дел Армении Мирзаян заявил о том, что российский план, российские предложения, текст по мирному договору Азербайджан отклонил. То есть армяне были на него соглашены, Азербайджан отклонил. И принципиальный вопрос заключался в том, что в российском варианте предполагалось оставить открытым на неопределенный срок вопрос о карабахских армянах и их статусе. Хотя для Азербайджана это абсолютно неприемлемо, и об этом не относительно. Но однозначно заявил президент Азербайджан. Это вопрос закрыт. Что касается второго варианта, то этот текст вырабатывался именно Армении и Азербайджаном в прямом диалоге. Имеется в виду, что четыре раза Азербайджан текст представлял, и трижды на него отвечала армянская сторона. И в этом смысле нет никакого брюссельского или же вашингтонского проекта. Этот документ выработан сторонами в непосредственном диалоге. Именно он на столе. Никакого российской версии мирного договора нет, и он не рассматривается. Ну и то, что Найхмай Алим сказал, не будет мирного договора, тем не менее граница азербайджанам будет закрыта. Армяне должны это знать. Независимо от того, будет подписан в ближайшее время мирный договор с Арменией, не будет. Вопрос установления контрольно-пропускного пункта на Лачинской дороге и полностью жесткого контроля армяно-азербайджанской границы будет лишь решен в ближайшее время. Будут поднимут по этому поводу армяне опять визг на весь мир или нет, независимо от этого. Даже если армяне для того, чтобы торпедировать подписание мирного договора, начнут устраивать провокации, ну что ж, это обойдется им еще дороже. При всех случаях этот вопрос будет решен. И одновременно, только что касается российского миротворческого контингента и прикрываемой покровительством, под их покровительством, значит, так называемая армия самообороны Карабаха. Вообще это наглость, само название этого, значит, незаконного вооруженного формирования. То они должны понимать, что время тикает и приближается время, когда и российский миротворческий контингент будет отправлен вовсоясь домой, значит, и те так называемые армии обороны Карабаха, пора бы, как говорится, ну проявить разум, разоружиться и через диалог с Азербайджаном найти возможность для того, чтобы, ну, найти себе место в рамках Конституции Азербайджана. В противном случае придется находить свое место в уголовном кодексе Азербайджана и отвечать по всей суровости наших законов. Расим Малим, ну тут вот еще у нас поступили сообщения, то есть с темой Армении в принципе все понятно, но есть еще такой режим иранский, который покровительствует Армении. И вот выясняется, что сегодня была антииранская акция, ну, против правительства Ирана в Брюсселе, и в общем-то в этой связи вот есть такое заявление официальных органов. Значит, на протяжении почти 100 лет, я зачитаю, правившие Ираном шовинистские и фашистские правительства проводили самую крайнюю политику колонизации, эксплуатации против неперсидских народов. В течение этих 100 лет цивилизации, исторические ресурсы, экономика, природные ресурсы, политические права. И, в общем-то, существование угнетенных народов в Иране были разграблены, а их движения, направленные на любые законные требования, жестоко подавлялись. Турецкий народ Азербайджана, который непрерывно боролся за свои права со времен Конституционной революции, сказал нет системе Вилает и Фахих в революции 79-го года. И прогрессивные провинциальные и Советы Конституции потребовали реализации закона, но ответом режима были только пули и репрессии. В настоящее время режим Исламской республики находится на грани банкротства. Народы, проживающие в различных регионах Ирана, сталкиваясь со всевозможными кризисами, месяцами восстают против режима. Во время протестов последних месяцев азербайджанский, тюркский народ и другие турецкие общины, от турок Кашкаев до Тегерана, Казвина, Зинджана и Тебриза, пожертвовали сотнями своих детей в борьбе с этим преступным режимом. Что происходит в Иране? Можете прокомментировать, Расим Малим? Там фактически можно сказать, что на протяжении уже длительного периода, ну речь идет больше чем год, после убийства женщины, значит, неправильно одетый так называемый хиджаб, там непрерывно идет, скажем, протест населения против этого режима. Режим испытывает кризис, он не способен эволюционировать в каком-то, ну скажем, рациональной форме, более 500 человек убито только, десятки тысяч схвачены, значит, и томятся в тюрьмах. Режим пошел до того, чтобы публично вешать своих противников на строительных кранах, но запугать население не удалось. И, в общем, мы видим, что этот режим для того, чтобы переключить внимание населения с борьбы против прогнившего режима АТОЛ на внешних врагов, сейчас всячески нагнетает напряженность на границе Азербайджана и Ирана и выступает с нелепыми какими-то, значит, предупреждениями, угрозами в адрес Азербайджана. При всех случаях, я думаю, что народы, которые томятся в Иране, причем томятся не только азербайджанские тюрки, но и сами персы, которым осточертел этот режим АТОЛ, я уверен, что это случится скорее рано, чем поздно, сметут этот режим, и я думаю, что любым новым правительством Азербайджану будет легче найти взаимопонимание, ну и народы, которые проживают в Иране, наконец-таки вздохнут свободно. А вот по поводу Ирана, вы тоже согласны с Расимом Алимом, или вы считаете, что возможно стоит и с нынешним режимом и правительством Ирана все-таки, так скажем, улучшать отношения, пытаться каким-то образом их улучшить, хотя понятно, что не мы виновники такого вот, так скажем, осложнения отношений между нашими странами, однозначно это не так, и это все на поверхности, но тем не менее, то есть стоит с нынешним режимом каким-то образом дипломатически либо еще как-то, так скажем, укреплять отношения, или все-таки это уже безнадежно? Ну, в принципе, как дипломат я могу сказать, что в любом случае какие-то дипломатические контакты, какие-то, значит, каналы связи, они должны присутствовать, они должны иметь место. Другой вопрос, что Азербайджан четко заявил свою позицию выводом эвакуации своего посольства из Тегерана после известного нам всем террористического акта, и это на дипломатическом языке шаг, после которого виновная сторона, а ей мы все прекрасно знаем является иранская сторона, она должна сделать соответствующие шаги для налаживания отношений. Азербайджан всегда выступал за нормальные конструктивные отношения со всеми своими соседями, никогда не предпринимал в отношении своих соседей никаких враждебных, скажем, агрессивных действий, и все это видят, прекрасно знают позицию Азербайджана, поэтому в данном случае именно Азербайджан является той стороной, которая всегда ратовала за нормальные двусторонние отношения со всеми соседями. Поэтому сегодня теннисный мяч на стороне иранской, на иранской стороне, и иранская сторона должна предоставить всю информацию о том, какие меры были приняты в отношении лиц, совершивших террористический акт. Кто виновен в этом, должна предоставить всю информацию о проведенном расследовании и обеспечить возможность для дальнейшего восстановления в нормальном формате дипломатических отношениях. Спасибо большое, Навмик Меллим. Спасибо за ваше экспертное мнение. Спасибо, Расим Меллим, за ваше экспертное мнение. Пожалуйста. Я напомню, гостями нашей студии были депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков и чрезвычайный полномочный посол, доктор юридических наук, профессор Навмик Алиев. У нас на этом все. Телеканал CBC продолжает следить за новостями в регионе и мире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин